Здесь и дети гуляют, тоже ходят в парк, одни с велосипедами, роликами. С виду неприметный вагончик, но с очень заметной вывеской появился в этих краях месяц назад и сразу привлёк к себе внимание. Потом мы вообще все поняли, что здесь активно принимают металл, и появились многочисленные люди, желающие сдать этот металл. Все желающие могли позвонить по указанному телефону и договориться о встрече в этом же месте. В нашей съёмочной группе приёмщик по телефону любезно выдал всю информацию, без купюр. Ребята нашли моток медиа. Возьмёте? Давай привези, да. Провод. Но он, правда, ворованный. Ну ничего, там привези, сейчас я подойду туда. Я в магазине сейчас. Ага. А тут какой-то, по-моему, человек наверху у вас. Он не возьмёт, не примет? Возьмёт, возьмёт он. Через несколько минут человек пришёл, правда, увидев журналиста и оператора, вместо продавца металла тут же представился обычным охранником по фамилии Абдулаев. Да и дверь второго этажа моментально захлопнулась. Администрация удельного парка без камеры призналась нам, что люди, похожие на лист безопределённого места жительства, доставляют немало им хлопот и действительно тащат всё, что плохо лежит, и несут его через весь парк. Кстати, приносят они свою добычу именно сюда. На втором этаже, похоже, прописался приёмщик, но вот сегодня он оказался почему-то немногословным. За приёмщика пришлось отдуваться человеку, назвавшего себя охранником по фамилии Абдулаев. Работа пункта по приёму металлу ни у кого не должна вызывать сомнений. С документами всё в полном порядке. Кто сказал, что это не закон? То есть есть документы на этот пункт приёма, да? Всё есть здесь, да. А где можно узнать и посмотреть? Ну, сейчас начальнику позвоним, всё объяснит вам. Да? Конечно. Давайте телефончик дадите сейчас. Конечно, дадим. Однако все документы, как назло, оказались у хозяина, который, к тому же, оказался, как назло, в Москве. Охранник стал звонить кому-то ещё и ещё. В итоге пришлось разговаривать с человеком, представившимся Сергеем Фёдоровичем. По его словам, точки по приёму металла здесь никогда и в помине не было. Просто вагончик остался, а вывеску забыли снять. Там был пункт, где мы их выгнали оттуда. Мы их выгнали оттуда. Был тут пункт, да? Всё правильно, мы их выгнали оттуда. Жители уже написали заявление с просьбой разобраться с законностью нахождения такого соседства. Обещали после 9 сентября вплотную заняться местными металлистами. Мне вот тут буквально тогда звонила директор этого самого парка Челюскинска. То есть для меня это была новость. До этого пока в отпуске был, то есть ничего подобного не было. Пока наша съёмочная группа работала на этом месте, несколько лиц пыталось сдать металл. Однако человек, представившийся нам охранником по фамилии Абдулаев, теперь уже всем своим видом показывал им, что пункт здесь никогда не работал. Сергей Семёнов, Дмитрий Тимофеев и Евгений Нестеров. Новости 24. Петербург.